Всем привет! Сегодня у нас вот такая посылочка плоскенькая, написано 48 грамм и оценена в 6 долларов, но потом почему-то все перечеркнуто, написано 66 грамм. Давайте вскроем, здесь у нас составная посылка. Что-то не скрылось нифига. Вся развалилась. Здесь у нас пропеллеры для моего квадрокоптера. Кто смотрел видео с ним, знает, что я сломал один пропеллер и заказал запасные. Так, здесь у нас что интересно? Ток-ток-ток. О, прикольная кнопочка. Заказал для Xiaomi. Вот такая кнопочка. Она здесь нажимается и это у нас джек. Мини джек. Вот такое. Будем вставлять и пользоваться. Сейчас, кстати, протестируем. Вот. И заказал самсунгскую флешку. Я думал, что она будет железная, но сейчас я вижу, что мне кажется, что она пластиковая. Флешка, причем, двухсторонняя на 64 гигабайта. Двусторонняя в том плане, что ее можно ставить не только в компьютер, но и в телефон. Так, так. А нет, она все-таки железная, просто матовая такой металл. Такая флешечка. И с этой стороны у нас microUSB. Подобная флешечка у нас была. Кстати, можно ее расширить, потому что сама флешечка. Это у нас microSD-карта на 64 гигабайта. То есть, меняем карточку microSD на 120 гигабайт, вставляем сюда и у нас флешка становится на 120 гигабайт. То есть, это, в общем, это картридер, работающий как с компьютерами, так и со смартфонами. Так, значит, тесты по флешке, по скорости я выложу в конце видео фотографии. А теперь давайте воспользуемся вот этой штучкой. Так. Телефончик. Наша кнопка. Вставляем ее. Так, так, так. А, наверное, надо считать QR-код. Так. Где наш сканер? Сканер считывает код. Устанавливаем приложение. Просто на китайском надо найти. Будет не китайское приложение, потому что так будет очень сложно понять, что какие. Так. Включилась музыка. Музыку выключаем. Так, да. Тут будет очень сложно понять, что, зачем и как. Так. А, можно добавлять. Так. Можно назначать какие-то приложения, какие-то действия. То есть, звонки. Как сложно-то. Поиск. То есть, одно нажатие – это поиск. Странно, странно. Так. Я понял, что кнопочка действует как переключение музыки и включение музыки. Но это немножко не то, что я хочу. Так. Как же сделать-то? Давайте я поразбираю сейчас. И мы продолжим. И так я немножко разобрался. Хотел найти приложение на русском языке, но не нашел. Значит, когда мы нажимаем один раз кнопочку, вылетает... Что-то не вылетает у меня теперь. А, вот. Выскакивает вот такое меню, в котором мы можем выбрать что-то. Например, фонарик. Я выбираю фонарик, и у нас светит фонарик. Выключаем его. Убирается. Все это настраивается в приложении, в котором может быть несколько вариантов, что будет выходить в менюшке. Вот. Таким образом мы можем добавлять какие-то сайты определенные, какие-то приложения, какие-то чаты или звонки, например. Кому-то. Определенному человеку. Вот. Также тут есть какие-то действия по поводу Wi-Fi, ну, Bluetooth и всего остального. И также тут есть управление, я так понимаю, что умным домом. Вот. По поводу нажатия. То есть одно нажатие, это первое меню выскакивает. Два нажатия, это другое меню выскакивает. Тоже можно назначать. То есть определенный, например, у нас будет фонарик. Так. Так. Так как все на китайском, очень как-то сложно это все воспринимается. Давайте попробуем. Раз, два. Есть русское приложение на русском языке и на украинском. Но почему-то на этот телефон у меня оно не поставилось. И я не могу точно определить, в чем здесь проблема. Что не работает, а что работает. Вот. Также есть три клика, два клика. Можно будет больше поставить. То есть можно поставить вон, я не знаю сколько здесь, десять кликов что ли. Либо один долгий можно поставить. Это, видимо, когда мы все забьем, тогда будет один долгий. Вот. Также здесь есть какие-то рекламные всякие штуки свои. Можно и обои менять, и еще что-то менять. То есть, ну, в общем, китайское приложение с кучами всяких вариантов. Так. Жалко, что нет на русском. Почему у меня на русском не работает? Вот. То есть можно отдельные какие-то... Отдельные варианты нажатия, получается. Вот если я нажму раз, два, три, четыре. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оп. Фонарик не загорелся. Ладно, буду разбираться, но надо как-то заставить сюда поставить это приложение на русском языке. Потому что так очень сложно определить, что да как это работает. Дальше сейчас будут скриншоты с теста нашей флешки. Ставим лайки, подписываем наш канал, вступаем в нашу группу и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...